Друзья, всем привет! Сегодня хотел бы поговорить о последнем решении Центрального Банка России по снижению процентной ставки и поговорить с позиции того, как это решение повлияет на доходности облигаций ОФЗ, на ставку по кредитам, на доходности по депозитам и косвенно затронут тему еще и рубля. Думаю, что тема получится интересной. Итак, как все наверняка знают, Центральный Банк России недавно совсем срезал ключевую процентную ставку на 1% с 5,5% до 4,5%. Дешевле, скажем так, Центральный Банк не кредитовал коммерческие банки еще никогда. Причины такого шага более-менее тоже известны с позиции комментариев Центрального Банка. То есть смягчение монетарной политики стало следствием ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса и того влияния, которое она оказала на национальную экономику. О каком конкретно влиянии идет речь? Во-первых, конечно же, инфляция. Годовая инфляция в России на данный 15 июня составила около 3%. В этих условиях существует риск значительного отклонения инфляции от цели ЦБ 4%. То есть риск того, что инфляция будет удирать вниз. Принятое решение по ключевой ставке направлено на подстегивание инфляции и ее последующее удержание вблизи целевого значения 4%. То есть не выше и не ниже. Во-вторых, пандемия больно ударила по ВВП страны. Аналитики Международного валютного фонда прогнозируют, что российский ВВП в этом году просядет на 6,6%. Хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Я думаю, что снижение, реальное снижение, будет более серьезное, существенное. Порядка 10%, но это мое субъективное мнение. Очевидный спад явно отражает масштабы падения внутреннего спроса, восстановление которого, как минимум, займет несколько лет. Прежде всего, сейчас нужно простимулировать деловую активность в стране. Для того, чтобы сделать это, как раз и было принято решение смельчить монетарную политику, предоставив доступ к дешевым деньгам. Чего пытается добиться Центральный банк, понятно, с позиции теории и того, каким последствиям должны привести те или иные действия. Но на самом деле, как правило, в реальности все происходит иначе. Вот как раз с этим я и сейчас предлагаю разобраться. Повлияет ли это решение на рубль? Честно говоря, думаю, что ослабление рубля может стать приятным бонусом на смельчение монетарной политики, но только непрямым следствием. Однако тем, кто ждет ослабления рубля, переживать не стоит инструментов для его снижения, особенно после голосования по Конституции, достаточно. От плохой статистики и интервенции ЦБ до нефти и возвращения доверия к доллару. РФ, безусловно, больше нужен дешевый рубль, чем дорогой. И все потому, что резко сократились доходы от нефтегазового сектора. Нефтегазовые компании в мае перечислили правительству лишь 214,2 миллиарда рублей. Это на 70% меньше, чем год назад. Вдвое ниже апрельской суммы и почти втрое показателя начала года. Да, с учетом последнего роста цен на нефть выросли котировки российского сорта, юрос, больше 30 долларов за баррель. Но Минфину это не помогло. Экспортная пошлина была рассчитана по апрельским ценам и стала рекордной низкой с 90-х годов. 1 доллар за тонну сырой нефти и 2 доллара за тонну бензина. Объем поставок при этом обвалился на 25%. И все из-за того самого соглашения ОПЕК+, в соответствии с которым Россия обязана убрать со своей стороны с рынка 2,7 миллиона баррелей в день. То есть фактически эти обязательства сковали возможности российской экономики, Россия увеличить экспортные поставки, ну или по крайней мере держать их на тех уровнях, которые были характерны до вступления в силу энергетического пакта. Так что, друзья, я почти уверен, что очень скоро рубль снова вернется к 70 и выше. Специально о перспективах рубля есть отдельный ролик, который доступен вам на нашем канале на YouTube. Я с разных сторон взглянул на то, что может произойти с рублем со всех, наверное, возможных сторон. И надеюсь, что удалось аргументировать свою точку зрения, почему я ожидаю все-таки рубль с позиции значительного дешевления. Многие также уверены, что снижение ключевой ставки несомненный плюс для экономики. Чем дешевле кредиты, тем легче развиваться бизнесу. Это так, но только в идеальном мире, ну или по крайней мере в развитых странах. На деле же получается следующее. Эффект от снижения ставок проявляется не сразу, а примерно через полгода или даже позже. Кроме того, банки не будут снижать ставки по кредитам пропорциональное действие центрального банка из-за высокого кредитного риска и для бизнеса, и для населения. Другими словами, кредиты от снижения ставки ЦБ не станут доступнее. Банки закладывают возросшие риски в стоимость кредитов, ужесточают требования к заемщикам. Что вполне логично, учитывая, что население стало беднее. Многие из-за карантина потеряли работу. По данным ЦБ, с января по март средневзвешенные ставки по кредитам физическим лицам снизились с 15% до 14,19%. Но уже в апреле ставка выросла до 14,81%. Сейчас даже, по-моему, находится чуть выше. Таким образом, обычным рядовым заемщикам эффект от снижения ставки ЦБ вряд ли вообще будет заметен. При всем, что я сказал, все-таки есть банковский продукт, где ставки снизятся. И причем сразу, точнее, даже уже стали снижаться. Это депозиты. В первую декаду июня средняя максимальная ставка по депозитам в 10 крупнейших банках достигла нового исторического минимума. 5,01%. А впереди, друзья, вот запомните слова, исторические минимумы. Уже летом ставки по вкладам могут снизиться существенно. И я, опять же, по своему субъективному предположению допускаю, что она может составить 4,5% или даже ниже. Центральный банк снизил ставку рефинансирования. Ну, какой ценой? Очень сильно пострадали вкладчики. Еще один важный вопрос, что будет с рынком ФСЗ. Потому что знаю, что многие работают с российским долгом вместо депозитов и покупают облигации. Вы также должны понимать, что чем меньше будут стоить российские деньги, тем менее интереснее будет КФЗ. Снижение ставки непременно приведет к снижению доходности облигаций и федерального займа, и облигаций корпоративных комитетов. Если снижается доходность, снижается разрыв между инфляцией и самим ставками. Возрастают издержки, что делает невыгодным вложение средств в российский долг. Получается, что Центральный банк своими же руками лишил себя доступа к заемным средствам. Ну, или ограничил возможности по получению такой ликвидности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Есть еще одна проблема. Снижение доходности по ФСЗ может спровоцировать отток капитала. В том числе и из страны, особенно если инвесторы сделают ставку на инвестиции в зарубежные компании, где, например, в отличие от России, все еще можно рассчитывать на дивидендную доходность около 4-5% годовых. В итоге, в сухом остатке имеем следующее. Решение Центрального банка снизить ставку не окажет влияния на рубль, не сделает кредиты дешевле, но подорвет доверие вкладчиков к организованной системе банковского сбережения, ставки ведь по вкладам снизятся, а также спровоцирует отток капиталов из ФСЗ и вкладов. И теперь самый главный вопрос. Что же делать? Прежде всего нужно признать, что если средства находятся на депозите в рублях, с учетом прогнозируемого снижения доходности в районе 4% и инфляции около 4%, результат от такого рода вкладов будет фактически нулевой. Я рекомендую, друзья, призываю даже иметь дело только лишь с валютой и с золотом, которое точно покажет локальный максимум уже в самое ближайшее время, особенно с учетом стремительного и значительного роста ликвидности в мировой финансовой системе. Кстати говоря, потому как можно сейчас приобщиться к инвестициям в золото, я также говорил в одном из прошлых видео. Если вы еще не познакомились с этим контентом, рекомендую обратить внимание. Несколько способов инвестирования от физической покупки металла до покупки ETF. Но также нужно усвоить то, что в меняющихся текущих рыночных условиях вы должны понимать, что ваши деньги, друзья, должны наработать и приносить. Надеюсь, вы примете верное решение. Спасибо за внимание.